всем привет мои хорошие ну вот сегодня у нас будет видео вопросы и ответы спасибо всем кто написал мне вопросы в инстаграме и также в комментариях вопросы разнообразные есть нормальные вопросы адекватные есть вообще вопросы не очень адекватные но самые интересные вопросы вот сейчас первую очередь я на них отвечу мне очень интересно зачем такая красивая женщина второй раз не вышла замуж я так понимаю что этот вопрос задает наверно скорее всего мужчина хочется мне вообще вопросов много хочется мне коротко отвечать и некоторые вопросы конечно буду по длине отвечать но здесь один простой такой ответ есть знаете я уже замужем было больше туда не хочу мне не понравилось честно говоря вот есть такие люди просто в эти человек-одиночка про себя я поняла что я человек-одиночка мне комфортно 1 потому что я была замужем муж мой умер давно и после этого у меня еще было несколько попыток были в общем ухажеры но честно говоря я с ними со всеми расставалась по собственной инициативе и знаете самое главное первое впечатление после расставания ура свобода вы понимаете какой кайф мне 1 вот так что я замуж больше не хочу я поняла что мне одной намного комфортнее но есть такие женщины вы знаете есть есть который замуж рвутся есть которые бегут от замужества так что вот я сейчас уже получаю удовольствие от жизни следующий вопрос скажите как можно справиться с нервными атаками бывает вот такое безразличие ко всему или как-то вот прям нет настроения вообще что посоветуете но я так думаю что скорее всего лет 15 девушки которая писала этот вопрос вы знаете вот если это 15 лет действительно я вам хочу сказать что перепады настроения в этом возрасте бывают и это переходный возраст и это нормально хотя и взрослых людей тоже вот такое в общем то бывает случается но знаете как говорили раньше средства от всех болезней это труд займите себя чем-то найдите какое-нибудь любимое занятие какое-нибудь увлечение вот придумайте что-нибудь что вам нравится если вы увлечены чем-то то вам уже не до психохондры вы просто об этом даже не думаете вот это если у вас просто вот со стороны как бы настроение а если это какая-то депрессия если это какая-то патология нервная психологическая но тогда вам наверное нужно к психологу обратиться и вам тогда посоветуют но я думаю что посоветую скорее всего то же самое что я вам сказала займите себя чем-то я я понимаю что сейчас на карантине сидеть очень сложно и у всех людей какие-то нервяки какие-то раздражительность может быть спыльчивость и так далее прочее ну во первых гоните от себя прочь плохие мысли старайтесь себя чем-то развлечь не за развеселить слушайте музыку хорошую какой-то книги интересные почитайте если просто скучно да в интернете много всего интересного ну лучше конечно чем-то заняться вот именно какой-то труд какой-то может рукоделие какой-то я не знаю чтение книг что угодно любым там творчеством любым чем-то самое главное отвлечь себя от плохих мыслей и настраивать себя на лучшее если у вас эта проблема такая глобальная и она не зависит от карантина а если у вас такое уже как бы было есть то это значит что у вас нет никакой цели в жизни значит вам нужно какой-то придумать цель и идти к ней когда вы идете какой-то своей цели какой-то своей мечте то у вас тогда недохондры опять-таки то есть это все знаете как говорят дело утопающих это дело рук самих утопающих только только сами вы можете вытянуть себя из этого состояния почитайте какие-нибудь психологические книжки я не знаю философов психологов каких-нибудь разберитесь в себе но это какая-то видимо проблема у вас сидит если вы уже себя поймете если вы поймете какие цели нужно ставить задачи к ним идти ну в общем то вы излечитесь от этой вот хандры следующий вопрос не хотите себе домашнее животное завести например кошечку как вселенная здорово когда тебя дома кто-то ждет и встречает девочки не хочу не кошечку не собачку не хомячков не птичек никого я не против животных совершенно ничего против животных не имею я их люблю но только на расстоянии что касается кошечек собачек но знаете хорошо иметь допустим такое животное когда вас частный дом когда собачка сама себя выгуливает во дворе кошечка может там тоже погулять допустим но я честно говоря не люблю за животными убирать но мне как-то вот не кайф у меня есть другие какие-то задачи другие какие-то вот интересы и для меня вот это лишнее движение делать тут иногда думаю кто бы за мной прибрался знаете иногда просто вот облом но не хочется делать ничего а тут еще надо за кем-то уход держать понимаете там надо вот эти вот думать чем покормить там только ветеринару то нужно там лотки вот эти вот намывать убирать я не люблю шерсть я не люблю запахи какие-то вот неприятные которые от животных исходят я не люблю лишний звук лишний шум и там мяукает гавкает я не знаю там кукарекает или что ну то есть как бы я люблю вот жить вот одна свою в своем знаете как своей келье мне нужна тишина чтобы я могла там сосредоточиться и так далее ну каждому свое кому-то кому-то вот делать нечего нравится кошечки собачки когда ребенок в доме допустим да нужно ребенку тоже прививать любовь к животным и есть с кем поиграть допустим ребенку ну когда мне дети были маленькие могут кошечку завели а дети не убирали за котенком я на работе допустим там нахожусь я потом вечером прихожу я тут должна думать мне надо детей накормить тут как бы прибраться постираться что-то а тут я захожу и смотрю что там уже за котом не убирали давно запахи вонь вот это все вот орёт он хочет кушать он прыгает на стол его никто не кормил вот ну в общем как-то мне это все было напряжено поэтому с тех пор я вот зареклась себе не заводить никого не хочу просто вот поэтому потому что лень следующий вопрос какие планы ближайшее время вообще планов на ближайшее время и никогда не строю то есть у меня планы могут где-то там на несколько дней вперед я могу еще предполагать но предполагаем одно как говорится происходит может быть потом что-то совсем не запланированное поэтому особо больших планов грандиозных я не ставлю себе я живу здесь сейчас вот я так предпочитаю ну а планы это допустим на завтра на послезавтра там может на выходные ближайшие что-то я могу себе это не запланировать прям а допустим поиметь желание что что-то там допустим сделать но если это не дата какая-то там день рождения или что это может там тоже что-нибудь раз учиться что-то куда-то перенестись поэтому я живу здесь и сейчас планы на ближайшее время строю а что будет дальше там время покажет знаете планы они быстро у меня созревают по ходу жизни какие качества в людях вам больше всего нравится вы знаете я люблю открытых людей я люблю легких людей с которыми легко общаться я люблю людей оптимистичных веселых с чувством юмора вот когда знаете с общаешься с человеком смотришь на него и этот человек тебе нравится и тебе даже хочется вот с него пример брать на него быть похожим там да какие-то даже словечко словечки там запоминаются и хочется их употреблять ну вы знаете вот даже так если коротко сказать вот допустим при встрече с человеком этим тебе приятно общаться приятно и после встречи ты уходишь с приподнятым настроением с легкой душой и никаких вот осадков не не остается неприятных есть люди вот у меня есть знакомая одна вот она человек неплохой хороший человек я с ней общаюсь все но человек любит все время жаловаться всеми человек жалуется все плохо все плохо все плохо и то есть она получается груз вот этот вот своих проблем она перекидывает на мои плечи я ее выслушиваю она в жилетку может быть придет допустим пожаловаться но это постоянно это не изредка вот постоянно потому что такой человек и после ее ухода у меня какой-то все время знаете груз остается на душе ну не очень не очень это приятно знаете поэтому я вам хочу посоветовать тем кто любит перекладывать свои проблемы на чужие плечи избавляйтесь от этой плохой привычки потому что это может кончиться тем что у вас начнут избегать вот а это же лучше когда наоборот встречи с вами радуются до людям приятно с вами общаться разговаривать поэтому старайтесь быть легче не нужно все время жаловаться следующий вопрос хотите еще внуков но мои хорошие во первых тут надо у детей спрашивать хотят ли они еще детей внуков я разве против внуков пусть их будет хоть 10 но дело в том что я своих детей вырастила а детям нужно своих детей тоже самим растить самим воспитывать думать о том как их там кормить одевать воспитывать образование давать и так далее поэтому я не против еще внуков иметь но ими заниматься должны родители а я могу как бабушка посидеть иногда для того чтобы родители могли там куда-то выйти может быть по делам или просто в кино там сходить в театр я могу иногда посидеть но воспитание внуков я хочу чтобы занимались сами родители следующий вопрос чтобы вы изменили своей жизни если бы была такая возможность ой вы знаете очень трудно сказать какое-то время я думала что вот если бы у меня там допустим там было так то то может быть было бы так то было бы моя жизнь пошла бы по другому руслу но сейчас уже вот как взрослый такой зрелый совершенно человек я понимаю что в принципе жизнь она сама как бы сказать как судьба да она дает сама нам какие-то уроки жизненные даже если что-то было не очень хорошее что-то значит это было нужно чтобы я прошла через эти трудности до чтобы я в них закалилась чтобы я стала умнее мудрее значит все что не делается как говорится все к лучшему поэтому я скорее всего не стала бы ничего менять потому что все что у меня сейчас это благодаря тому пути жизненному который я прошла легкий он был где-то там трудный он был по разному было все но то что моё то моё это уже не отнять благодаря этому пути я стала терпимее к людям и стала сдержаннее мудрее там где-то умнее в чем-то и поэтому вот такая какая я сейчас меня устраивает мне нравится и поэтому я думаю что путь который я прошла это верно но это мой путь по крайней мере у каждого своя дорога в жизни поэтому самое главное выбрать правильный путь на развилке потому что когда вот вы идете по какой-то дороге своей жизни да и всегда у человека в какой-то момент встречается такая ситуация где нужно выбрать сделать так или сделать так и вот это ваша вот дорога которую вы выберете пойти направо ли пойти налево до оттуда уже будет идти другая ситуация до от той ситуации опять бывает также разветвление идет поэтому каждый раз вы выбираете путь если вы выбираете правильный путь значит у вас будет все хорошо если правильный путь значит вы набиваете шишки но тогда уже может быть тоже становитесь умнее а может быть просто губите свою жизнь нужно всегда на этой развилке всегда думать как правильно поступить не будете ли вы жалеть о своем выбранном решении ну я сделаю вывод о себе например что я всегда выбирала правильный путь даже если я где-то могла ошибаться я вовремя с похватывалась и выберут делала правильное решение но хочу сказать не всегда подсказывала интуиция интуиция в нашем роду она очень развита сильно поэтому если я иду по дороге своей жизни и вот у меня допустим светофор мигает желтым если зеленым я иду спокойно если вот внутри моей интуиции мигает желтым это значит внимание осторожно а если уже чувствую меня уже просто внутри красный мигает как знаете светофор то все надо сразу делать ноги поворачивать назад вот так как то так следующий вопрос что никогда не простите человеку и за что можете уважать и ценить человека основные качества что я никогда не могу простить человеку вообще вы знаете вот у меня нету такого простить не простить я прощаю всех но я делаю выводы если допустим человек меня предал ну как-то вот нехорошо отнесся до ко мне то я человеке делаю определенные выводы и уже осторожнее с ним общаюсь внимательно общаюсь а если человек сделал какой-то такой ну какой-то поступок или что там сказал такое то есть выводы уже когда о человеке делают такие что я понимаю что это не мой человек и мне зачем с ним общаться я с ним просто прерываю общение я не ругаюсь я не спорю зачем мне это нужно у меня уже нету нервов таких чтобы отстаивать свою точку зрения я могу прямо в лоб сказать допустим что так то и так то да я могу поговорить но если допустим я вижу что это не мой человек то до свидули и все вот обиду держать зачем мне этот груз я не держу обиду я прощаю и отпускаю с богом все а за что я могу уважать человека ценить какие основные качества вы знаете я люблю в людях открытость люблю в людях честность прямолинейность но тоже в мерах разумного потому что иногда знаете правду не стоит кому-то просто говорить это может человека обидеть обидеть задеть ну может просто плохо повлиять иногда человеку лучше не знать допустим правды но в основном я люблю когда люди открыты когда с людьми легко общаться если человек закрытый вот я например чувствую таких людей если человек закрытый то у него есть что скрывать вот я так думаю понимаете когда человек непонятный какой-то вот скользкий да тогда я чувствую что человеку есть что скрывать а скрывать есть что это значит что-то плохое потому что хорошие люди как правило все сразу выпячивают и выкладывают первые первые дни знакомства вообще как бы наперед а плохое потом всплывает но знаете рано или поздно тайная становится явным поэтому люди все открываются потом а с возрастом начинаешь людей уже видеть насквозь даже с первых слов из первых фраз и глаза тоже выдают человека знаете смотришь в глаза он говорит одно в глазах читаешь другое тоже такое есть вот ну я надеюсь ответила на этот вопрос да люблю до людей просто открытых честных добрых в общем таких легких людей которые не держат камень за пазухой и козни себе там не думают на уме следующий вопрос что обычно вам поднимает настроение вы знаете когда помоложе была мне поднимала настроение музыка я приходила с работы включала магнитофон и у меня играла музыка постоянно я готовила с музыкой убирала с музыка я все время как-то жила с музыкой у меня дети наверное тоже тогда полюбили музыку пристрастились к ней ну и как-то поэтому всегда была хорошая знаете атмосфера в доме всегда была какая-то вот веселая то мы там попоем чуть-чуть с музычкой папы попляшем пританцовывая можно готовить ну в общем так нравилось а сейчас допустим но я люблю больше тишину поэтому что у меня обычно поднимает настроение вы знаете я радуюсь когда у моих близких все хорошо когда я вижу что они радуются я радуюсь вместе с ними когда вижу что они печалятся то я печалюсь вместе с ними а вообще я радуюсь солнышку я радуюсь я не знаю там травки муравки всему я просыпаюсь если вижу на улице хорошая погода солнышко у меня тоже хорошее настроение если я вижу что там пасмурно ветер дождь мне не хочется честно говоря вылазить вообще из дома и даже из-под одеяла и и даже снимается мне как-то вот тяжелее когда на улице пасмурная погода а я становлюсь живчиком я видимо солнечный человек я становлюсь живчиком как только на улице солнце хорошая погода и тепло и ветра нету все отлично ну как такие мелочи мне поднимают настроение следующий вопрос какие качества мужчине вам нравятся а какие наоборот очень сильно отталкивают вы знаете в мужчине я наверное мне нравится мужественность вот мужское начало когда мужчина как мужчина такой каким он должен быть когда с мужчина чувствуешь себя маленькой девочкой беззащитная такой и когда мужчина сам знает где надо помочь и где надо то есть вот он должен быть чем-то крупнее больше чем женщина я не знаю мне почему-то то ли потому что и спортом занималась в детстве все мужчины которые мне попадались а может быть я и выбирала таких они мне казались слабее чем я и мне это не нравилось потому что он приходит кто-то в семье должен быть сильным поэтому мне приходилось брать на себя эту роль хотя мне в душе всегда хотелось быть слабенькими хотелось быть за мужчиной ну вот не получилось ну в общем в мужчине вот люблю я когда он великодушен добр рассудителем умен но умен вернее но я не люблю мужчин такие вот как баба сплетничают они знаю паникуют там не знаю что еще у него не распускают ленивых не люблю мужчин балаболов как как женщина больше больше сплетничает больше когда трещат ну вот вот такие вы знаете в мужчинах женские качества я не уважаю мне не нравятся такие мужчины то есть мужчина должен быть мужчиной тогда все хорошо следующий вопрос как относитесь к религии ну вы же видите на мне крестик да значит я к религии нормально отношусь я не фанатею религии я не хожу в церковь мне если нужно там помолиться ли бога попросить о чем-то то это я делаю уединенно не на глазах у людей то есть я с богом общаюсь непосредственно напрямую не уединяясь не это не делаю на показ я даже не люблю рассуждать вообще на тему религии не спорить ни в коем случае на тему религии потому что я считаю что бог он один для всех просто разные люди разные национальности его называют по-разному а на самом деле он один он един для всех вот есть люди верят а есть люди не верят ну я верю следующий вопрос какую книгу вы сейчас читаете и какую литературу любите я сейчас на данный момент ничего не читаю потому что вы знаете вот как я только начала заниматься блогерством у меня все свободное время она уходит для того чтобы подготовиться к съемкам снять видео смонтировать видео там ну что то вот у меня как-то связано с вот с этим да поэтому я могу сказать что это вот мое влечение оно занимает все мое свободное время то есть у меня его нет свободного времени поэтому просто взять книжку почитать но этого не делаю а читала я книги очень много еще вот до того как у меня появился интернет ну и больше всего я люблю из художественной литературы мне нравится детективчики а если такие вот литературу по умнее но мне нравятся психологические книги я уже показывала у меня есть видео какие книги я читаю посмотрите если интересно там нарбеков есть и другие еще авторы интересные познать себя вот в этом плане знаете вот найти себе цель в жизни но вот больше всего как бы сказать философского характера психологического характера вот такие книги я люблю следующий вопрос хотели бы вы изучить что-то новое например пойти учиться танцевать или заняться тем что никогда не пробовали танцевать вы знаете как-то мысль такая была пойти научиться танцевать может какой-то кружок но я вам хочу сказать у меня во первых нету времени свободного но у меня скорее всего больше нет желания так же как и фитнес-зал вот я еще помоложе была я ходила спортзал но все время каждый раз вот я хожу допустим месяц потом я бросаю какое-то время не хожу потом опять думаю надо взяться за себя надо похудеть надо пойти спортзал позаниматься и вот чем старше я становлюсь тем я заметила что мне ну лень мне идти в спортзал даже если абонемент возьму на месяц я покажут похожу какое-то время пол месяца может быть потом нет такой не кайф туда идти я себя заставляю через не хочу через шкирку у себя беру вот так вот и повела себя туда спортзал потом в конце концов задаю себе вопрос еще я себя мучаю но не хочу я но мне не интересно это значит у меня какие-то другие знаете я скорее всего такой мыслительный человек у меня творческий человек у меня другие интересы какие-то в жизни есть поэтому хочу сказать вот что касается спортзала что касается также вот этих занятий танцами наверное мне не очень интересно если бы интересно конечно я уже пошла давно позанималась я себе ни в чем не отказываю если что то хочу то я иду и делаю ну а что касается изучить что-то новое то я Вы знаете, если только у меня появляется что-то, вот раз, меня заинтересовало, я сразу раз, я залезла в интернет, я посмотрела, я изучаю. То есть, если я чем-то заинтересовалась, меня уже ничего не остановит, я начинаю все это изучать досконально. И прям вот до самых мелочей, я еще такой человек дотошный, мне надо прям все знать. И когда я работала консультантом в магазине, я изучала предмет, прямо, я не знаю, сидела даже ночами, изучала предмет. О котором я рассказывала людям. И когда предмет этот хорошо знаешь, когда на любой вопрос можешь спокойно, смело ответить, то тогда себя чувствуешь более уверенно и прям как-то на высоте. Самой себе даешь пятерочку, отличница, молодец, все. Ну вот так как-то. Следующий вопрос. Где вы работали, когда Селена с братиком были маленькие, что хотели бы изменить в те годы юности? Ну, я уже сказала, что, в общем-то, изменить ничего я уже и не хотела бы. Как было, так было. А где я работала? Ну, я много видео уже поснимала о своих работах. В общем, когда дочка с сыном были маленькие, вот школьного возраста, как раз у них детство выпало на трудные 90-е годы. И выкручивались как могли, выживали как могли, работали где только не работали. В основном я работала швеей, в торговле работала. И, в общем-то, приходилось много, конечно, пахать за маму и за папу. Потому что папа у нас, сначала он просто потерял работу, потом он найти не мог работу, потом просто мы расстались. Вот. Ну и, в общем-то, я работала за папу и за маму. А где, вот где работала, где придется. И уборщице приходилось работать. В общем, разные, разные работы приходилось. Дальше поехали. Сделайте видео с вашими детскими фотографиями и расскажите о своем детстве, какая вы были. Очень интересный вопрос, хочу вам сказать. Да, наверное, стоит снять видео и рассказать о том, какая я была в детстве. Оторва еще та была, хочу вам сказать. Родители мучились со мной. Но я вам хочу сказать, я овен. И кто знает, если у кого-то дети есть овны, те знают, что это ребенок непоседливый, это ребенок неспокойный. В общем, все время что-то придумывает. И если родители в каком-то другом гороскопе, в спокойном, да, и появляется в семье такой неспокойный ребенок овен, то это, конечно, все. Ну, это вот, держите себя в руках, называется. Да, но я подумаю снять это видео, да, скорее всего, сниму. Следующий вопрос. Если бы была возможность вернуться в прошлое, что бы вы себе посоветовали? Дали бы вы себе какой-нибудь совет? Или, может, что-то изменили бы? Что бы себе посоветовали? А вот, знаете, я посоветовала бы себе доверяться своей интуиции. Потому что я еще в молодости очень часто проверяла свою интуицию. Вот она мне подсказывает, допустим, там, не иди туда, там опасность. А мне надо пойти и убедиться в том, что там опасность, понимаете? Потому что вот действительно интуиция правду говорит или врет? Ну, вот я бы стала своей интуиции доверять. Было бы гораздо лучше, знаете. Не растрачивала бы я себя на какие-то другие вещи. Вот и все. Ну, и еще какой бы совет, наверное, дала бы себе такой молодой, юной еще, да? Не нужно быть слишком самонадеянной. Вот, знаете, если вы видите, вот, допустим, да, парень, склонный такой погулять, там, выпить, допустим, и так далее, не нужно думать, что вы его измените. Ну, есть вот разные недостатки, да? Вот встречаемся с парнем, нравится он, там, симпатичный, может быть, с ним весело. Ну, то есть есть какие-то положительные качества, да? Но оно же сразу видно, если человек, вот, он не готов к семье, если он плохой, будет семьянин. Вот, скорее всего, наверное, нужно было бы тогда делать выводы изначально с молодости. Но, опять-таки, каждому свое, каждый выбирает то, что выбрал, и идет по своему жизненному пути. Следующий вопрос. Чем отличается мультикухня от мультиварки? Девочки, вот сейчас у меня как раз вывелось видео, кабачки я там готовила. И вот как раз я показываю там возможности мультикухни. В ней больше просто возможностей. Там есть все режимы, которые есть в мультиварке. Ну, вот, например, в своей мультикухне я выпекала хлеб, я делала там фри. Ну, ладно, фри можно и сделать без мультикухни. Там поднимается, в общем-то, разница основная в том, что там поднимается тен. И на этот тен можно поставить сковороду, жарить что-то на ней. Также вот я поставила кастрюльку свою же, не чашу вот эту, а кастрюльку, в которой сложила кабачки. Я поставила на этот тен и вот смотрела, как у меня там тушатся мои кабачки. То есть, ну, помимо того, что там йогурт и так далее. И там температурный режим выше, чем в мультиварке. В мультиварке там максимальная температура на режим мультиповар. Там 130 градусов, по-моему. А здесь 180 градусов. То есть, если там, ну, вот, жарить котлеты, допустим, в мультиварке я пробовала, они такие вот, они не поджариваются особо, такие слегка розовенькие становятся. А здесь прям поджарится нормально, все как следует. То есть, ну, больше возможностей, больше. Мультикухня может заменить полностью кухню. То есть, если вот, допустим, у меня печка там сломалась, там сковородка, как у меня уже все на выброс идет. А новую пока купить не могу, магазины еще закрыты. Вот, прекрасно, все у меня мультикухня заменяет полностью кухню. Все могу в ней готовить. Следующий вопрос. Расскажите, кто вас научил так готовить? И где вы этому учились? Нигде я этому не училась абсолютно. И, как и многие молодые люди, выйдя из дома, в общем-то, в 18 лет я ушла в общежитие жить. И готовить я могла элементарные вещи, пожарить картошку, там, яичницу пожарить. Ну, может быть, какой-нибудь там простой супчик сварить. А все потом я училась у своих подруг, у соседей, у знакомых. То есть, если меня заинтересовало блюдо, вот я пришла, меня там угостили, допустим, борщом. Все, я начинаю там пытать, как вы этот борщ варите. Вот бабушку я помню, долго-долго пытала. Вот у меня не получается, еще раз расскажи, еще раз расскажи. То есть, у своих соседей тоже там какой-то рецептик, что-нибудь вкусненькое. В общем, друг у друга мы учились. У нас интернетов не было, поэтому мы, в общем-то, все знакомые друг у друга учились, брали рецепты и готовили. Вот так. Следующий вопрос. Как часто созваниваетесь и списываетесь с дочкой? Бывает, что после ссоры не выходите на связь по несколько дней или недель. Ну, мои дорогие, это же мои дети, это моя дочь. Как я могу на нее там как-то обижаться? В принципе, у нас, вот мы очень отходчивые. У нас нету такого, чтобы на кого-то обидеться, там, надуться, не общаться целыми днями, там, я не знаю. Мы даже если где-то там о чем-то там поспорим, где-то там, ну, бывает, запылим чуть-чуть. Но мы тут же отходим, буквально часа не проходит. И мы начинаем общаться, то есть успокаиваться, и все. Это такого, чтобы из-за какой-то там обиды не общаться со своим ребенком. Ну, как я могу? Я не могу так. И потом, ну, дети есть дети, но как все равно ребенку своему простишь. А куда ты от своего ребенка денешься? Да, я не знаю, как можно так, как так можно обидеть, чтобы потом перестать общаться вообще со своим ребенком или со своей мамой. Я не понимаю таких вообще вещей. Девочки, еще один вопрос, такой поступил от моей подписчицы. Я прям его зачитаю вам. Мои дети, двойняшки, от афроамериканцев, вместе не живем. Но суть в другом. Недавно стало известно от воспитателей, что детей недолюбливают, не пускают полностью в свой круг другие дети группы. К слову сказать, они в яслях. В группе дети от полутора до двух с половиной лет. Поэтому, сами понимаете, от родителей идет негатив. Нет, их не травят, к счастью. Но, как выразились воспитатели, не до конца пускают в свой круг и изредка шушукаются. Я вынесла вопрос на уровне родительского собрания нашей группы. Но все родители пыль в глаза пускают. Только скажите, пожалуйста, как мне себя вести, чтобы было все хорошо и без конфликтов. Мое терпение на грани. Ну, это прямо крик души, я вам хочу сказать. Да, бывают такие ситуации. К сожалению, наше общество, знаете, не любит принимать людей, которые чем-то отличаются от всех. Если ребенок там плохо разговаривает, если ребенок имеет другой цвет кожи. Или, допустим, там даже у ребенка могут быть какие-то там инвалидности, какие-то физические недостатки. Ну, вот наше такое маловоспитанное общество, не все люди, но есть такие, которые тыкают пальцем, я не знаю, разглядывают, ну, не тактично себя ведут. И таким же образом, вот такие люди, они воспитывают в том же духе своих детей. Да, ну, не воспитанность, не тактичность, я считаю так. Но дело в том, что изменить людей вокруг мы не можем, правильно? Мы можем изменить свой взгляд на данную ситуацию. Поэтому я бы вам, знаете, вот посоветовала, может быть, скорее всего, своим детям объяснить. Но они, опять-таки, еще маленькие, если детям до двух с половиной лет, ребенок еще очень маленький. Но нужно пробовать, все равно ребенок растет и начнет понимать. Нужно не один раз, может быть, объяснять детям, что они не такие, как все, и это их может быть даже какое-то преимущество какое-то. Да, пусть они не чувствуют в этом недостатка своего какого-то. Потому что тогда могут появиться комплексы. Я, вы знаете, я тоже вот выделялась, честно говоря, всегда чувствовала себя белой вороной. Но дело в том, что я себя в этом ощущении чувствовала комфортно. Ну, в садике я так не помню, не припомню. Вот в школе я помню, да, что я выделялась всегда. Я шла все время в стороне. Вот идет толпа, я все время иду как-то в стороне, или сбоку, спереди, сзади, но только не в толпе. Мне нравилось это как-то даже. Ну, я не знаю, я это видела своим преимуществом. Меня к этому ничего никто не учил. Это такая особенность характера. Но я так думаю, что вам, скорее всего, может быть, нужно попробовать объяснить своим, во-первых, детям, что они лучшие, что они особенные, и что они, допустим, имеют другой цвет кожи, что в этом есть вот такие-то, такие-то, такие-то преимущества. Ну, в общем, они должны сами ощущать какое-то превосходство в этом плане, да. Детям другим, которые, допустим, там не пускают в свой круг, допустим, они там играют. Ну, вы знаете, мне кажется, это упущение воспитателя, потому что воспитатели все-таки обучают специально, да, наше государство, обучают педагогов, как должны себя вести дети, как их воспитывать в группах, в садиках, там, в школах и так далее. И я думаю, что они там тоже прорабатывают вот такие подобные ситуации, потому что педагог, он же и психолог должен быть детский, правильно? Вот, поэтому, ну, я бы, наверное, может быть, сходила бы к заведующей, поговорила бы с заведующей, чтобы она пообщалась с воспитательницей. Если воспитательница вас не понимает, она, может быть, услышит свою заведующую, чтобы воспитывала она в группе детей как бы так, чтобы дети нормально относились к тому, что бывают дети другого цвета кожи, вот и все. То есть это нормально, чтобы они относились к этому как к нормальному, а не к какому-то там чуду. Вот, ну, видите, у нас темнокожих людей-то в стране мало, поэтому они выделяются как бы, да, из толпы, поэтому на них обращают внимание. Но это тут уже как бы сам человек, он должен либо не обращать на это внимание, знаете, вот просто, и все. Ну, и еще, если у вас есть возможность, может быть, вам лучше обратиться к детскому психологу, который вам тоже даст какой-то там дельный совет, что-то подскажет. Вы себя не изводите, но я думаю, что тут уже, как говорится, психологический подход. Но я, к сожалению, не психолог, я не спец в этом деле, поэтому я как просто обычный человек, обычная мать, то я бы, наверное, скорее всего пошла бы с заведующей пообщалась бы и сказала, что раз вы педагоги, то вы должны сделать так, чтобы дети в группе относились к этому спокойно, и все. Не тыкали пальцем, чтобы поговорили с детьми. Ну, опять-таки, они еще маленькие. Я думаю, что чуть-чуть подрастут, начнут понимать, и будет легче. В любом случае, нужно дружить нам всем. Люди разных национальностей, разного цвета кожи могут быть. Это же не важно, какая у человека может быть внешность. Главное, какой человек внутри, правильно, его характер, его поведение, его отношение к людям и так далее. Поэтому не нервничайте. Следующий вопрос. У вас есть приятельницы, с кем бы вы могли проводить время на досуге, кроме своих близких, и как вы жили без мужа все годы? Как растили двоих детей одна? О, большой такой вопрос. Значит, по порядку начну. Есть ли у меня приятельницы? Нет, девочки. Приятельницы у меня были, подруги, вернее, были у меня, когда помоложе была. Но все подруги, они как-то со временем, знаете, рассасываются. То есть я считаю, что подруга, это, знаете, спутник вашей жизни, пока у вас есть какие-то общие интересы. Потом бывают интересы, просто меняются, люди меняются, подруга меняется, я меняюсь. Просто интересы расходятся в разные стороны. И люди просто потихоньку, потихоньку, все меньше и меньше общаются. И потом просто уже, ну, как бы неинтересно общаться друг с другом. Вот перестают друг другу там звонить, встречаться. И на этом заканчивается вся дружба. Вот. Что касается моего досуга, я провожу досуг с удовольствием одна. Я не люблю ни от кого зависеть. Я не люблю даже с кем-то ходить в магазин. Потому что я уже захожу в магазин, я не могу сосредоточиться со своими мыслями. Мне нужно с кем-то общаться. Меня отвлекают. Мне это не нравится. Поэтому даже если я собираюсь в магазин, со мной кто-то навязывается, я говорю, нет, нет, иду одна. Вот. Ну, а так, приятельницы есть, с которыми я, конечно же, с людьми общаюсь. Я не то, чтобы прям заткнулась и не общаюсь. Ну, сейчас пока, конечно, карантин. Тут кто-то разъехался, кто-то там уехал, кто-то чего-то. Я сижу тоже одна. Общаемся, в общем-то, по телефону, по этому, по WhatsApp, в общем, общаемся. Нормально. Так. Как я жила без мужа все годы? Да как жила, работала, в общем-то. Мне некогда было, знаете, о чем-то там горевать или что. Потому что утром встала, руки в ноги, вперед. И вот вечером, вывалив язык, ложилась и вырубалась спать. Все. С утра до вечера, в общем-то, была занята делами. То на работе, то дома. Крутилась, свертилась. Моя задача была заработать денег, чтобы мне было что детям дать покушать, чтобы им было что одеть. В общем, поэтому мне как-то было, знаете, недохондры. Я человек был очень энергичный. И поэтому, ух, ух, фигара там, фигара тут. В общем-то, растила детей одна. У меня хватало на это энергии и сил. Так. Ну, еще осталось несколько вопросиков. Таких, которые, знаете, вот непонятненькие такие вопросики. Так. Поддерживаете ли вы общение с Кристиной и созваниваетесь ли? Девочки, вот вопрос скажу вам странный. Потому что, когда Кристина и дочка моя дружили, я не созванивалась с Кристиной. Я, как бы сказать, это не моя подружка. Это подружка моей дочки. То есть, я с ней встречалась, виделась тогда, когда встречалась с ней моя дочь. Да. Ну, я могла просто находиться с ними вместе рядышком. А так, вот чтобы за спиной своей дочки общаться с подружкой ее бывшей, с которой она не общается. Ну, это ненормально, я считаю. Я, как бы... И потом, о чем? А о чем мне общаться с Кристиной? Ну, о чем? Как бы, у нас нету ничего общего. Я же говорю, мы не подружки, чтобы так созваниваться там. Нет. И за спиной дочки этого делать я не буду. Это нехорошо. Дальше. Где ваш муж? Папа детей. И почему Надя это Селена? Во-первых, это псевдоним. Псевдоним есть у многих медийных личностей, да. Почему Павел Воля? Павел Воля. У него совсем другое имя, другая фамилия. Ну, так нормально же. Привыкли Павел Воля. Все. Ну, вот так. Где мой муж, папа детей? Папа детей умер в каком году? Еще сыну было 9 лет, а дочке было 12 лет. Мы его похоронили. Но мы уже были разведены на тот момент, но все равно мы его похоронили. Ну, и опять вот этот неадекватный вопрос. Где ваш зять? Почему они до сих пор не вместе? А почему вы спрашиваете это у меня? Вот я не пойму. Почему я должна знать, почему они до сих пор не вместе? Это же их дело. Поэтому этот вопрос. Вообще такие вопросы, я, вы знаете, просто если я не отвечу сейчас что-нибудь, да, все равно они будут задаваться, задаваться, задаваться. О Кристине, о зяте, там, еще о ком-то, да. Ну, это же не, сказать, это не мое окружение, понимаете. Я вот интересуюсь, скажем, дочкой, я общаюсь с ней о ней, о внуке и о наших насущных каких-то делах. А вот ее окружение, ее там, ее мужчина, ее подруги там, но они меня как-то, честно говоря, не особо интересуют. У меня есть вообще другие какие-то интересы в жизни, понимаете. Поэтому, что мне скажут, то я знаю, что мне не скажут, я не знаю. А вот те подписчики, которые хотят, знаете, окольными путями как-то подобраться, да, то есть вы задаете там 50-500 раз эти вопросы о Кристине, о муже ее, вы задаете ей, она вам либо отвечает как-то, либо не отвечает, игнорирует этот вопрос, либо отвечает, недостаточно, вы получили информацию, и вы решили через меня выпытать у меня, да, а что, а где, а кто, а как. Нет, мои дорогие, не получится, сплетнями я не занимаюсь, я никого не буду обсуждать, тем более окружение моих детей, я не буду обсуждать за их спиной. Понятно? Вот так вот. Задавайте вопросы напрямую. Вот в селении задавайте напрямую вопрос про Кристину, про зятя, в общем, все, у нее спрашивайте. У меня не спрашивайте, говорить не буду. Так, и еще один вопросик остался напоследок. Фаберлик, 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 Василек, Василек, Василек. Надоела реклама. Это даже не вопрос, а это просто вот так вот написала одна подписчица и все. Я хочу вам сказать, если вам не нравится реклама, не смотрите, кто вас заставляет смотреть, я не пойму. Смотрите, не знаю, другие видео, которые, ну, не нравится, не смотрите. Дело в том, что, смотри, все блогеры, хочу вам сказать, все блогеры зарабатывают рекламные деньги, но это же не секрет, это же все понятно. Блогеры, не блогеры, если есть реклама, то есть какой-то заработок. Кто имеет против того, чтобы я заработала какую-то копеечку, которую прибавить можно было бы к моей пенсии, которая составляет 9300 рублей. Я вам хочу сказать, на 9000 не проживешь и в Ростове. А если я заработаю еще хотя бы 100 долларов за рекламу, то тогда уже вот на 15-16 тысяч я уже могу прожить. Поэтому я стараюсь заработать на рекламе. Если вам не трудно, посмотрите, значит, вы дадите мне возможность немножечко-то, какую-то копеечку заработать. Если не нравится, пропустите рекламу и не смотрите. Вот и все. В общем, никто не заставляет вас это делать. Ну все, мои хорошие. На этом я хочу видео закончить. Видео, наверное, получилось длиннее, чем я предполагала. Я надеюсь, на все ваши вопросы ответила. Если на какие-то вопросы не ответила, если у вас появились еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Я в комментариях на них отвечу, если ответ короткий. Если ответ будет не коротким, а развернутым, то тогда во влогах я отвечаю на ваши вопросы. Ну а на этом все. Пока. Всем, кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok